Всем привет, ребята! В этом небольшом видео я хочу завпечатлить в последний раз iOS 17 на iPhone 15 Plus на моем основном аппарате. Итак, давайте мы сначала начнем с моего основного аппарата. Это у меня 15 Plus модель, оригинальный чехол. Видите, он весь заляпанный, прозрачно. У меня есть еще черный чехол, я их иногда меняю. Итак, в чем у нас смысл данного видео? Я хочу вам показать небольшую ошибку, которая присутствует в современной операционной системе iOS 11. Значит, смотрите. Допустим, мы заходим в настройки, сейчас об устройстве и смотрим номер сборки. Это обновленная iOS 17.6.1, номер сборки 21G101. Apple выпускала более старую сборку и ошибка там также присутствовала. Какая ошибка, смотрим сейчас. Значит, если вы заходите в библиотеку приложений, нажимаете сюда и теперь смотрим. Выбираем кавычки раз, два и нажимаем два раза двоеточие. Раз, два. Что мы видим? У нас перегружается аппарат. То есть, это у нас программная ошибка, которая присутствует в самой новой версии iOS 17.6.1. Причем, смотрите, ребят, если мы, допустим, попытаемся просто так сделать вниз, в поиске ввести то же самое. Раз, два, и вот так вот. Один, два. То есть, здесь все у нас работает. Теперь, интересный момент. Давайте отложим в сторону телефон. Перейдем к нашему замечательному iPhone XR. Это очень классная модель. Я его обожаю. Этот телефон. Значит, я с ним проходил совсем немножко, к сожалению. Вот, но он очень крутой. На самом деле, дизайн мне нравится и форма, аппарат классный. Теперь, смотрите, ребят, я установил сюда самую последнюю бета-версию. Так, об этом устройстве. iOS 18. Это iOS 18 в сборке 22A. 53 50A. Это восьмая бета-версия. Самая последняя на момент записи этого видео. Теперь смотрим эту ошибку. Так, переходим в библиотеку приложений и вставляем кавычки. Раз, два. Раз, два. Ура! Починили! Я уже обрадовался, но не тут-то было. Держите, еще раз давайте попробуем. Так, сейчас. Давайте заблокируем так прямо. Так, переходим. Кавычка. Еще одна. Раз, два. Ну, вроде все работает, да, починили. В восьмой бета-версии, но не тут-то было. Теперь пробуем просто в поиск ввозить сюда. Так, раз, два, двоеточие, двоеточие. И мы можем видеть, что в восьмой бета-версии этот баг, он каким-то образом, магически переместился в поиск, и теперь у нас та же самая ошибка, что была в библиотеке приложений, она у нас присутствует в восьмой бета-версии. Так, еще раз. Один. Так, сейчас. Один. Два. Раз, два. Вот, видите, здесь просто перегружается, получается, но с телефоном все в порядке, все работает без проблем. В данном телефоне нет сим-карты, поэтому тут все у нас хорошо показывает. Вот. то есть сегодня у нас будет презентация компании Apple, мы увидим с вами финальную версию iOS 18 и проконтролируем, естественно, когда я установлю на свой основной аппарат и на другие устройства Apple, будет ли этот баг присутствовать. Вот, но пока, к сожалению, вот в iOS встречаются такие небольшие ошибки. Apple, конечно, их контролирует, возможно, они слушают пользователей, но, как мы все знаем прекрасно, те зрители, кто у меня долго на канале, такие простые ошибки могут игнорироваться и исправляться только спустя многие годы, вот, к сожалению. Поэтому, вот так. А так, в принципе, iOS 17 6.1 работает прекрасно, никаких проблем у меня с ней не было особых, телефон никогда не зависал, абсолютно, вот сколько я его использую, iPhone 15 Plus, ни разу не было никаких проблем, вот, все четко, все супер, вот, так что, будем смотреть, увидимся в следующих видео. видео.